Карта убитых дорог, комфортная городская среда и генеральная уборка, интерактивная карта свалок. Реализация этих приоритетных проектов в 2017 году займется Народный фронт за Россию. Какие шаги будут сделаны в Ненецком округе, обсудили региональные фронтовики на расширенном заседании штаба. Навести чистоту и порядок на территории России призван проект «Интерактивная карта свалок». Руководитель проекта в Ненецком округе Матвей Чупров говорит, В масштабах всей страны этот проект может реально помочь местным властям оперативно отслеживать появление незаконных свалок, а также выявлять недобросовестных операторов, привлекать их вместе с прокуратурой к ответственности, в соответствии с законодательством и заставлять устранить нарушения. Создана интерактивная карта, которая называется «Карта свалок России», на которой любой желающий может отметить о том или ином нарушении, которое есть на территории. До этого необходимо сфотографировать это место, зайти на сайт, и дальше там очень простая технология, очень простая инструкция, как в Икеа, указать место на карте, где это было, выложить фотографию, написать о том, какое загрязнение, и после этого на карте появится точка. Это будет вклад человека в уборку, ну, начало уборки, потому что это место, которое будет отмечено на карте, оно встанет в очередь на генеральную уборку. Не менее интересный и долгожданный в России проект «Карта убитых дорог». Принцип аналогичен карте свалок и направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог. По словам руководителя группы Виктора Синявина, число точек растет с геометрической прогрессией. Кроме того, по поручению президента России, в округе активно ведется работа по развитию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», основная цель которого – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. Эти проекты направлены на то, чтобы вовлекалось население и в деятельность Общероссийского народного фронта, а также в то, чтобы они сами были заинтересованы в том, чтобы жить в экологически чистом городе, в регионе, чтобы это все делалось с помощью их усилий. Чтобы наши дворы, во всяком случае, благоустроились с их мнением, с их заинтересованностью и участием в этих проектах. На программы благоустройства дворовых территорий и создания комфортной городской среды в 2017 году из федерального бюджета регионам будет выделено 20 миллиардов рублей. Президент России и лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин принципиально важным считает участие самих жителей в принятии решений по использованию выделенных ресурсов, а также, чтобы сами жители определяли, какие проекты благоустройства реализовывать в первую очередь. В целях исполнения указов президента на 2017 год рабочими группами Центрального штаба ОНФ запланировано проведение общественно значимых мероприятий, круглых столов, дискуссий, организаций переговорных площадок с представителями общественности и органами власти.